Мастерской современного искусства «Шестой этаж», расположенной в мансарде гуманитарного корпуса и ГХТУ, состоялась презентация литературно-художественного альманаха «Ретрофутурист». Своеобразный перформанс представили участники арт-группы «Хлеб», видео-арт, медиа-инсталляции и, конечно, пахнущей типографской краской новый выпуск альманаха. Миссия «Шестого этажа» — это содействовать, способствовать и всякие другие формы развитию современного искусства на нашей территории. Современного искусства трудно вообще везде, кроме мегаполисов глобальных Москва и Петербург, хотя везде есть люди, которые хотят заниматься чем-то, что еще пока может быть непонятно, не принято и как бы не освоено. И вообще мы, когда создавали его, мы хотели, чтобы именно вот это здесь и происходило, и то, что происходит сегодня, мне кажется, этому соответствует. Современное искусство во всем своем многообразии форм ищет новые смыслы. Художник пытается ответить на вечные вопросы мироздания посредством технологий, обратиться к зрителю не с точки зрения автора, но как к собеседнику. Это то, что сегодня происходит, оно действительно соответствует именно тому, что сегодня в мире является наиболее актуальным, острым и важным для тех, кто вообще в визуальных формах думает о настоящем будущем. Главная задача современного искусства — выйти на диалог со зрителем. Визуальная информация подкрепляется внутренним философским смыслом. Направление сегодняшнего собрания, оно более, мне кажется, философское, чем социальное. Это тоже хорошо. Это вообще говорит о том, что вот как бы регионы, да, в отличие от мегаполисов, они глубже местами, по крайней мере, да, и вот это тоже радует. Особого внимания заслуживают видеоинсталляции, составившие основу события. С наступлением цифровой эпохи, времени интернета и мобильной связи искусство также претерпело ряд существенных изменений. Это новое такое зарождение, микроанимация. Основной ее особенностью является та, что в большинстве она такая обезличенная, то есть распространяется посредством интернета и является собой такой мультиорганизм. Эти работы, они представляют собой не конкретно, каждая работа в отдельности действует, а действует уже поток. То есть картинка идет, идет, идет и уже создается такое подсознательное впечатление, подсознательное влияние. Тема, заявленная в новом выпуске, уместна к приближающемуся празднованию международного женского дня. По мнению художников, эра феминизма – то своеобразное настроение эпохи, когда образ женщины выходит за рамки привычного патриархального понимания. Эра феминизма, она, мне кажется, уже наступила, ну, 20 век, это такая ее была презентация этой эры, то есть и уже сейчас женщина, она может быть как косвенно, но уже давным-давно правит этим миром, то есть уже любой мужчина, ну, может быть, не любой, но в большинстве, как бы, уже действует, там, как с каким-то взглядом на женщину, с учетом, как бы, женщины. То есть просто надо это принять и быть счастливым. Искусство не подвержено устареванию, его основы всегда внутри нас, но сам художественный процесс видится только на расстоянии. Какое будущее ждет медиа искусства, покажет время. Александр Руденко, Денис Денисов, РТВ, Иваново.